МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В сентябре прошлого года на заседании Синода Русской Православной Церкви был принят документ, который теперь не разрешает просто вот так вот крестить людей, а, допустим, нужно к этому готовиться. Вот что это за документ? Действительно, в Русской Православной Церкви был принят недавно ряд документов, в том числе о религиозно-образовательном и катехизаторском служении Русской Православной Церкви, одна из частей которых посвящена оглашению перед крещением. Оглашение, то есть устное научение в вере. Этот документ обсуждался в епархиях, то есть существует сейчас такой орган, как межсоборное присутствие, то есть между соборами какие-то важные решения выносятся для широкого обсуждения. В течение достаточного времени этот проект обсуждался. Он был принят Священным Синодом в декабре, но утверждение пройдет в 2013 году на Архиерейском соборе. В части, касающейся крещения, говорится о том, что недопустимо в настоящее время крестить без оглашения, без подготовки. Почему возникло такое решение? Сейчас мы видим, что время достаточно благоприятное для церкви, время благоприятное для человека, хотящего узнать о христианстве. Но вместе с тем, как какой-то парадокс или нонсенс продолжается в ситуации, когда люди принимают крещение просто в силу каких-либо обстоятельств, самоидентификации, этнические принадлежности по каким-то другим причинам. И принимая крещение, то есть становясь христианином, в жизни христианами не являются. Более того, порой грубо нарушают самые какие-то элементарные христианские установления и заповеди. И для того, чтобы исправить эту ситуацию, как раз и был разработан и принят этот документ. В чём заключается смысл этого оглашения, как оно будет проходить? То есть это будет несколько бесед перед крещением. Дети старше 12 лет, если младше 12 лет, то это родители и крёстные, где будут узнаваться основы православной веры. То есть что человек принимает, на что он как бы соглашается и на что он решается. Отец Павел, как Вы считаете, а нужно ли вот такое новшество? Конечно. С одной стороны, мы помним недалёкое время советское, когда, в общем-то, крестили очень часто тайно, боялись, что куда-то сообщат. Это, естественно, запрещалась вообще всякая просветительская деятельность в церкви. Поэтому речи об этом быть не могло. В дореволюционной России также не происходило оглашения, но оно не происходило по очень простой причине. То есть в подавляющем большинстве народ жил в православии, воспитывался в православии. Что говорить, если дети учились азбуке и читать учились на псалтыре, существовали церковно-приходские школы, быт и традиции в семьях был сугубо православный, то есть там не было никакой необходимости. Сейчас всё-таки необходимость такая есть. Смотрел недавно в интернете комментарии обсуждения этой проблемы, один человек там очень такие хорошие слова сказал. «Хочешь жить в Англии – учи английский». Так что можно сказать, что хочешь быть христианином, но это же элементарно. Узнаешь, что такое христианство, куда ты вступаешь, какие ты обязанности на себя берёшь. И очень важно, и есть основания в словах Спасителя, и в Англии, которые мы каждый раз читаем во время Таинства Крещения. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что заповедовал вам». «Идите, научите крестя», то есть сначала научите, потом крестите. Мы знаем, что в Древней Церкви так и было. Был целый институт оглашенных или катахуменов, и до сих пор в Церкви сохранилась, в Русской Православной Церкви, часть богослужения, которая так называется, «Литургия оглашенных», за которой мы до сих пор молимся о тех, кто готовится к принятию Крещения. Поэтому, выполняя слова Спасителя и заботясь всё-таки о христианском нравственном воспитании народа, Церковь принимает такое решение. Отец Павел, ну и, наверное, нужно добавить ещё и то, что в последнее время Крещение иногда просто превращается вот в такое красивое обычай. Вроде так положено, да, и принесём крестить ребёнка. А ведь это же большая ответственность. Потом те же крёстные должны же отвечать за этого ребёнка, а не просто так покрестил, ну и придётся в день рождения ему подарок. Вы знаете, более того, бывает, что и каждый батюшка это может сказать, когда совершается Таинство Крещения, попадается так, что люди, родители или крёстные, или гости не то, что не знают, о чём лезть, а порой даже явно неуважительно относятся к совершаемому Таинству. То есть подсмеются на какими-то действиями священника, всячески выражают свой критический настрой. Иногда, когда священник начинает объяснять, более того, показывает всем видом, что как бы батюшка, ты бы уже поторопился побыстрее, потому что стол накрыт. Вот. И это, в принципе, недопустимо. Даже по этому положению, если родители или крёстные отказываются от осознанного принятия истин христианства, то священник вправе отказать в Крещении. И, в принципе, это нормально. Это нормально. И ещё вот некоторые люди, я даже знаю таких, вот говорят, вот возмущаются. Вот мы принесли крестить ребёнка, а батюшка спрашивает у нас, а знаете ли вы хоть какие-то молитвы? Отче наш, верую. А обязательно это что ли нужно? Конечно. Ну, здесь опять мы возвращаемся к тому же, что ведь, понимаете, вот многие люди среднего и старшего возраста, да и молодёжь, ну, среднего и старшего больше имеют на это основание, говорят, мы не знаем, потому что нас не научили. И это можно как-то понять, потому что действительно в те времена узнать что-то было фактически неоткуда. Но теперь-то для этого всё есть. И если человек порой действительно современный человек, который живёт в очень таком быстром темпе, которому всё время некогда, который всё время спешит, по-другому он не узнает, что вот нужно покреститься, нужно покрестить ребёнка, приди на два-три занятия, послушай, послушай о том, в чём состоит христианство, послушай о том, какой состав таинства крещения, какие молитвы читают, о чём мы вообще молимся, что человек берёт на себя, или берут его крёстные. Послушай объяснение символа веры, основополагающего символа православной церкви. И вы знаете, по опыту, дело в том, что беседы во время крещения давно мы уже проводим непосредственно, и многие люди потом интересуются. Был случай, когда девушка, студентка из другого города взяли её крёстные, она пришла и сказали, выучи символ веры. Она сначала как-то возмутилась, а потом, ну вот так, на молодёжном сланге сказала, что я даун, что я не могу выучить символ веры, почитала, выучила, объяснение почитала, и мне стало интересно. То есть я почувствовал во время крещения свою ответственность, я почувствовал себя православной христианкой, я захотел узнать больше, и она действительно потом стала ходить в храм, она стала ходить в студенческое православное молодёжное движение. Вот сейчас она уехала в свой родной город в Казахстане и продолжает там посещать храм. А толчком-то послужило вот это крещение, крещение человека. А у нас в храмах где-нибудь уже проводится вот такое обучение? Да, безусловно, поскольку я сказал, что обязательно для всей церкви оно станет 2013 года после утверждения архиерейским собором, но реально в жизни во многих епархиях это уже проходит давно, где-то уже даже 10 лет, где-то 5 лет. И вот этот опыт показывает положительно, что на самом деле ничего страшного в этом нет. В нашем городе проводятся такие беседы в нескольких храмах, в Успенском соборе, в Спасо-Преображенском соборе на Трусово, в храме Федоровской иконы Божьей Матери микрорайона ЦКК. Беседы проводятся непосредственно перед крещением в Покровском кафедральном соборе. То есть потихонечку мы к этому идем, мы к этому людей готовим. И что интересно, я как-то сам вот покрестил и было достаточно много приглашенных, спросил, вот сейчас я вас покрестил, как бы сказать, еще по-старому. А вот представьте, что через какое-то время придете, вам придется прийти на 2-3 занятия, то есть потратить, возможно, даже не одну неделю перед тем, как крестить вот этого малыша. Вы были бы согласны? И люди немного подобов сказали вот такой ответ, батюшка, наверное, да. Наверное, уже пришло время, нам вот так вот, хоть пусть через какую-то обязанность, но узнавать о своей вере. А то, получается, человек крестится, а потом живет действительно совершенно не по-христиански. Верит в гадания, верит в приметы, интересуется гороскопами, живет совершенно не по заповедям, а тогда для чего он принимал крещение? Отец Павел, ну, я вот уже предвижу, что будут люди возмущенные, как бы, вот таким новшеством. То есть, скажешь, что больше уже никак нельзя креститься по-старому, пришло спокойно, тебя покрестили, без всяких нотаций, норовоучений и поучений. А я бы даже сказал, что крестить как раз не по-новому, а как раз-таки по-старому. И вот, как я уже сказал, в Древней Церкви так и было. То есть, в общем-то, мы возвращаемся, во-первых, к старой практике, древней практике, во-вторых, во многих христианских церквах существуют эти беседы давно. И в-третьих, я уже сказал, что опыт других епархий, где это проводится в течение уже достаточно длительного времени, показывает, что на самом деле все проходит достаточно гладко и спокойно. Интернет, конечно, ну, интернет такая вещь, как в какой-то степени это мусорный ящик, если в нем посмотреть, там, конечно, комментарии пестрят и возмущением, и недовольством, ну, порой, если ориентироваться на комментарии в интернете, то, правда, не узнаешь. Конечно, это должно быть разумно, это должно быть с любовью к человеку, это должно объясняться на простом языке, но для этого есть достаточно много материалов, и, конечно, какая-то хотя бы маленькая заинтересованность людей. Для чего ты это принимаешь? А вот, Рима Григорьевна, интересно, вы же, наверное, принимали участие сами, может быть, крестные были, может быть, как вот для вас? Да, вы знаете, честно говоря, да, я крестила вот ребенка тогда, когда особо ничего не понимала, просто вот держала малышку на руках и ходила вокруг вот купели, купели, да, но не понимала и даже, честно говоря, и не слушалась тогда слова, которые говорит священник, у меня на уме было только одно, как бы не спускальзнуться, потому что была немножко разлита вода, вот, и не уронить ребенка. Ну, слава Богу, сейчас купели даже делаются, вот, например, вы знаете, в храме стола князя Владимира, это очень хорошая, благоустроенная купель, даже с бассейном, в хорошем помещении, даже в крестильном храме. А вот представьте, если бы вы в спокойной обстановке, например, в пятницу или в субботу вечером, пришли бы на занятия, посидели за партой, может быть, вспомнили бы свои студенческие годы, и батюшка очень просто и доступно, неутомительно объяснил бы вам последовательность крещения, зачем, например, ходить вокруг этой купели, что обозначает погружение, что обозначает какие-то определенные слова и действия, и когда вы уже приходите на само крещение, то есть вы не стоите, ничего не понимая, а вы участвуете. Я считаю, что, наверное, это действительно хорошо. И вот, отец Павел, есть еще вопросы, которые возникают сейчас при крещении, но они вот такие, ну, скажем, сложные для многих людей. Вот, к примеру, почему крестными у одного ребенка не могут быть муж и жена, то есть супруги? Ну, здесь мы немножко углубляемся в так называемую степень духовного родства, там есть разные степени, и действительно для некоторых из них запрещается вот это крещение по духовному, по семейному родству, потому что есть такие определенные правила. Например, по одним из этих правил был даже такой случай, когда один молодой человек стал крестным для своей девушки, не зная, что ему крестным становиться нельзя, для девушки, на которую он впоследствии собирался жениться. И когда уже это произошло, он узнал, что теперь он ее крестный отец, и по закону он не может сочетаться с ним браком. Вот именно для того, чтобы не было таких ситуаций, именно по духовному родству, по степени духовного родства и введены эти правила. Также вот по новым правилам крещения хочу сказать, что, конечно, есть исключения. То есть, естественно, могут покрестить без вот этих предварительных оглашений, например, ребенка в верующей семье. Если муж и жена или крестные постоянно ходят в храм, знают эти основы веры, их батюшка знает, то и смысла нет в этом оглашении, они уже знают. Другой причиной является, например, болезнь человека, тяжелая болезнь или даже терминальная стадия болезни, когда он уходит в армию, когда он удаляется в длительную командировку. Тогда, конечно, крещение совершается без оглашения, с условием, что оглашение будет произведено позже. Слушай, большое спасибо, а мы прощаемся с вами. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова